всем здравствуйте всем добрый вечер кто меня смотрит пишите пожалуйста как меня видно как меня слышно пишите с каких городов по традиции пока мы немножечко буквально минутку подождем тех кто опаздывает и подключается и я попрошу кого-нибудь из вас написать большими буквами в комментариях восстановление ногтей ibx по-английски потому что сегодняшняя наша тема это работа с системой бикс это единственная вещь которая реально может восстановить и укрепить наши натуральные ногти есть очень много вопросов у многих не получается работа с данной системой не у всех есть результаты поэтому сегодня будем обсуждать что это такое как она работает как его делаю именно я потому что мне нравятся мои результаты и многие говорят что у меня есть такая штука вместе и bx у меня почему-то не получается поэтому да вижу здравствуйте здравствуйте пишите да как видно как слышно и пожалуйста тему кто-нибудь в комментариях восстановление натуральных ногтей или восстановление ногтей и система ibx обоставление в принципе подойдет сейчас мы его прикрепить час моего и прикрепим отлично у меня есть на было с телефоном небольшие проблемы поэтому я переживала все ли хорошо мне намок немного динамик вместе с микрофоном естественно поэтому если меня хорошо слышно тоже пишите чтобы я уже не переживал на эту тему до вижу более-менее у нас народ потянулся циферка наших ребят онлайн особо не меняется мы где-то на грани держимся около 600 человек пока что ну естественно в процессе будут подключаться еще народ да все все окей спасибо большое значит эфир постараюсь я конечно сохранить для того чтобы вы могли потом записи пересмотреть но сами знаете инстаграм такая вещь он ведет себя так как он захочет и не всегда мы можем предугадать как он будет работать сегодня хорошо или не очень но естественно если все будет отлично то я буду сохранять эфир смотрите если у кого-то отличным кого-то там что-то зависает то за счет проблемы не в моей трансляции проблема вашем интернете поэтому лучше либо перезайти либо подключиться какой-то более стабильной сети которая не так нагружена если нет такой возможности то можно пересмотреть эфир записи надеюсь что он сохранится тогда когда будет хорошая уже хороший трафик кто не будет сидеть потому что сейчас конечно 9 часов вечера и большинство людей сидит непосредственно в интернете здравствуйте здравствуйте вижу да более менее мы все уже подключились поздоровались все совпадает звук хорошее видео хорошее отлично я тогда ненадолго отключу комментарии расскажу все что я хочу рассказать и потом мы с вами выключить комментарии поговорим о ваших вопросах которые остались что безусловно есть какие то может быть у кого-то недопонимания если вопросы будут повторяться с тем что я уже озвучивала то конечно буду отсылать вас на запись эфира потому что мы должны проводить время максимально продуктивно и те кто приходит вовремя слышит все потом ему не интересно слушать одно и то же поэтому если будут новые вопросы обязательно вам отвечу на них если будут вопросы повторяющиеся то к сожалению будем их пропускать но по мере возможности я постараюсь еще раз напоминаю тема нашего сегодняшнего эфира это восстановление натуральных ногтей это работа с системой айбикс и аналогами но про аналоги я буду мало говорить потому что больше я акцентирую внимание именно этой системе она дает больше всего результатов то что я пробовала все системы которые могут быть похожими и обязательно досматривать эфир до конца у нас будет небольшой розыгрыш расскажу его условия и можно будет выиграть крутой онлайн курс который сейчас у меня идет активно покупают девочки его можно будет его выиграть бесплатно как это сделать я расскажу и даже те кто уже купил этот курс тоже досматривайте потому что если вы вдруг выиграете в розыгрыше я просто вам на карточку вернуть денежки за этот курс чтобы это было приятным бонусом для вас то есть никто все могут участвовать и все на равных правах давайте с вами разговаривать теперь о материале зачем в принципе нам оставляют ногти понятное дело когда ногти совсем там испорченные слабые или например вы отправляете клиента ходить без покрытия например клиентка решила что она будет отдыхать от покрытия то обязательно делать такую систему на себя я ее испробовала неоднократно когда я работала мастером маникюра я каждому абсолютно клиенту делала и на самом деле очень хорошо чувствуется когда ты снял ногти походил без материала просто потом сделал айбикс и ты прям ощущаешь что просто все по-другому то есть ногти менее чувствительные они становятся более плотные более толстые но сейчас я хочу немножко зайти с другой стороны потому что и так понятно что если ногти тонкие перепилены их нужно укреплять восстанавливать я зайду немножко с другой стороны я зайду со стороны носибельности материала вот сейчас у меня очень многие проходят либо бесплатный марафон либо уже проходит мой платный онлайн курс по выравниванию и укреплению а может быть и то и другое вместе темы там особо не пересекаются они тут параллельно и вы понимаете что есть огромное количество способов укрепить ногтевую пластину есть разные техники выравнивания есть разные техники работы с базовым покрытием акригели гели акрил и прочее прочее есть разные техники выкладки материала там начиная от просто тоненького слоя базы выравнивание тейпирование моделирование гель лаком укрепление просто моделирование гелем акрилом и так далее и акригелем в том числе и также есть огромное количество проблем по которым могут материал у нас может материал отслаиваться отславиваться он может с разных мест от стрессовой зоны от зоны свободного края от зоны кутикул от боковых параллелей куча разных проблем куча разных причин куча разных техник но если посмотреть на это конечно мы должны и обязаны владеть разными способами покрытия но почему происходит большинство отслоений да можно сказать что ой там плохая подготовка ногтевая пластин или ногтевая пластина столько перепилена что остались только вентральные слои цепляться материалу не за что может быть плохо выложили материал может быть айпекс смещен может быть а я не знаю там нагрузка слишком сильная но давайте подумаем если мы например возьмем и нанесем наше базовое покрытие на кожу вот просто мне на руку на маш и я не буду вообще ничего делать я не буду ни шевелиться не дышать не знаю не ходить никуда не мыться ничего не буду делать то естественно этот гель-лак который мы намазали на кожу он у меня простоит поэтому наверняка вы замечали что чем толще чем крепче ногти на тем меньше они у нас отслаиваются то есть материал ослаиваться от таких ногтей чем они плотнее почему так потому что у нас с вами чем плотнее ногтевая пластина тем меньше она амортизирует и менять свою форму деформируется при изменении температурного режима при изменении влажности да когда мы моем руки или моемся там сами в принципе целиком ходим в бане сауна и прочее у нас ногтевая пластина чем она толще тем меньше она шевелится и естественно тем меньше риска того что материал отслоится потому что большинство от слоек у нас происходит именно из-за того что амортизация искусственного материала из-за внешних факторов не совпадает с амортизацией натуральной ногтевой пластины от внешних факторов особенно если она тонкая от природы или она тонкая потому что она перепилена и уже к этому прибавляются дополнительные факторы которые также ухудшают настибленность материала это и подготовка это и выкладка выстроение апекса это и толщина ему вид материала который мы подобрали безусловно но мы можем сделать вывод если бы у наших клиентов у всех были супер крепкие и супер плотные супер толстые ногти то материал у всех бы даже криво выложенный носился в разы лучше чем он носится сейчас особенно если у вас есть проблема поэтому я вам рекомендую использовать систему если вдруг она у вас есть если нет то обязательно берите можете быть уверены я к сожалению ничего не получалось продажа данной системы хотя от моей большой любви к ней мне кажется мне бы уже могли приплачивать процент прям а сама фирма famous names который производит данный продукт я уже и в работаю где-то порядка наверное ну лет 7-8 точно еще тогда когда не было париснейла вообще в принципе в помине я пользуюсь этой системой делал абсолютно каждому клиенту и мы делали и базовые покрытия и гель и акрил тогда еще кривеля не было и все эти материалы держались прекрасно я помню времена когда мы делали коррекцию клиентов а четыре раза то есть не перенараживали например а 4-5 раз подряд делали коррекцию а старого укрепления например если это было не наращивание старого моделирования и в этом мне очень круто помогала система как раз таки ibx поэтому я вам рекомендую ее иметь и предлагать ее абсолютно всем клиентам не только у тех у которых проблемы с ногтями но в принципе у кого плохо носится материал у тех у кого проблемы с ногтями и у тех у кого все прекрасно с ногтями тоже почему потому что у нас принцип системы работы какой данная система это единственный продукт вообще в принципе сейчас на рынке у есть небольшие такие похожие аналоги урии у профи у фирмы тоже система установления ногтей похожие и есть магнетик тоже такая похожая система но у них всего одна ступень и у них чуть-чуть конечно же эффект поменьше то есть я бы сказала прямо пропорционально ценнику ibx самый дорогой у него самый крутой эффект у магнетик цена по-моему в два раза ниже у него естественно эффект меньше и у рео профи он самый-самый дешевенький но при этом у него еще и эффект меньше поэтому если можете себе позволить ibx берите ibx то как я его использую его хватает намного больше чем указано у производителя я я отклоняюсь от инструкции делаю немножко по-другому и хватает мне не на 60 клиентов как написано изначально в буклете который описывает данную систему а в разы в разы больше на 150 человек и даже больше хватало хотя при этом эффект был даже круче чем если мы работаем по инструкции пробовала я работать по-разному разные варианты разный алгоритм действий разное количество слоев всегда держится сверху покрытие без проблем то есть каких-то отслоений от ibx в принципе быть не может но эффект немножко менялся где-то эффект был более яркий где-то эффект был более такой менее заметный и расскажу сегодня систему и вообще в принципе подход который дает больше всего эффекта что за система система это некая формула которая до сих пор является секретом так скажем фирмы это секретная формула почему потому что естественно если бы эта формула была бы в открытом доступе допустим полностью на упаковке например продукта во всех пропорциях если бы об этом говорили открыто и без каких-либо стеснений производителя то безусловно данный бы продукт уже давно бы клепали в разных фирмах дембинговали бы цены и так далее но до сих пор в принципе полного аналога данного продукта нету именно потому что формула данного продукта скрывается поэтому и принцип действия до конца да то есть даже у производителя найти полное описание как именно действует прям досконально химическом на биохимическом уровне это конечно не не является возможным но система действует таким образом что она проникает между клеточками нашей ногтевой пластины и сцепляет склеивает слои друг с другом так чтобы ноготь у нас был максимально армирован я думаю что вы замечали частенько после снятия материала некие белые пятна на ногтевой пластины я сейчас не говорю про ликонихи у когда у нас маленькие пятнышки а именно обширные крупные полупрозрачные белесые пятна которые покрывают ногтевую пластину особенно в тех зонах где у нас могли быть отслоение что же это такое это у нас воздушная подушка воздушное пространство между слоями ногтевой пластины но естественно все мы работающие мастера а если вы новичок то я вам напомню что наога состоит не из одного плотного какого-то жесткого слоя а из множества слоев от восьмидесяти их может быть даже от семидесяти до ста двадцати ста пятидесяти в зависимости от генетического вашего кода и от строения того пластины которая у вас идет изначально от вашей природы и слои эти совершенно разные не отличаются по своей структуре слои у нас состоят из клеточек ногтевой пластины и клеточек ногтевого ложа которые связываются и образуют вот такой вот пласт для того чтобы ноготь ваш был не просто сухой трухлитью рухлитью а чтобы он был все-таки эластичным но при этом упругим и плотным у нас с вами работает жир и вода которые эти клеточки друг другом сцепляют естественно дают им амортизацию и конечно же связь между клетками как у клеток кожи также у нас есть безусловно от внешних факторов от кислотных баз от размачивания цитоном например или от каких-то внешних факторах в виде бытовой химии или может быть от неправильного питания или авитаминоз гормональные сбои у нас эта связь как бы теряется и самое часто чего она теряется это как раз таки от материалов которыми мы с вами пользуемся и от переношивания потому что все наши клиенты особенно сейчас период карантина очень любит переносить ногтевую пластину но сейчас они это вынуждены делать ранее это было просто как того хобби дайка я еще поношу особенно если опыт кутикулы делаете у вас очень красивый и долго пролонгированный маникюр и клиент думает зачем мне переделать через три недели мои ногти если они выглядят прекрасно свежо я могу походить еще две недели и естественно ногтевая пластина у нас подсушивается высушивается связь между ней между 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 слоями от внешних факторов в виде материалов и прочее то что я перечислила добавляется нагрузка от переношивания материала и начинает тянуть за верхние слои ногтевой пластины да то есть любой удар любой нажим любое касание это идет натяжение верхних слоев и естественно если связь между слоями у нас максимально качественно максимально хорошие у нас либо вообще ничего не отслаивается если клиент приносит красивые шикарные ногти а либо же у него появляется отслойка именно ногтевой пластины от конкретно материал то есть ноготь красивый блестящий ровненький остается и материал дает отслойку вас такой воздушный пузырь между ноготочком и искусственным материалом но если у нашего клиента со связью между слоями было все не очень хорошо что происходит при переношивании материала даже может быть и вообще в принципе вовремя он пришел у него все равно верхние слои раскачивались и в зависимости от прочности и упругости связи между слоями они начинают разрываться либо буквально сразу же на первых неделях носить носки материала либо они начинают разрываться через три четыре пять шесть недель то есть вы снимаете и вы понимаете что у вас под отслойкой материалы еще и разорванный просто разодранный как чешуей ноготь это зачастую бывает либо в стрессовой зоне потому что именно стресса вот она терпит все невзгоды извне так как апекс у вас уже срос и стресса вот он он не защищает либо это свободный край потому что свободный край также принимает на себя больше всего нагрузки и и свободный край чаще всего что делает конечно же слоится а слоится он почему по тем же самым причинам что я сейчас описала просто белые пятна это площадь которая находится по центру и там просто нету вот этой каемки куда может уйти расслоение это просто внутри слоение на ногтевые пластинки со свободного края это как раз таки тот же самый воздушный пузырь между слоями тоже расхождение слоев нехватка гидролипидного баланса внутри и между клеточками связь плохая и ноготь отслаивается но просто у него каемка торчит и вы видите конкретно как ноготь открывает рот и эту проблему можно полностью закрыть полностью решить именно системой bx это то чего мы не можем сделать материалом то есть материалом искусственным мы можем сделать все что угодно у нас возможности просто безграничны сегодня кто смотрел my stories заметил что действительно вы недооценивали базовое покрытие то же самое у него огромное количество возможностей и как раз таки то что мы не можем дать материалом и можем дать как раз таки системой bx она проникает внутрь она сцепляет слои внутри и снаружи у нас на поверхности практически в 99 процентах случаев ничего не остается данный материал данный состав так я бы даже так сказал не материал то не материал это больше состав это жидкость да который проникает она крепится и полимеризуется внутри ногтевой пластины на поверхности ничего не остается то есть у вас ноготь как был допустим забафленный он так забафленный остается только он слегка меняет цвет все мы знаем что перепиленные ногти тонкие ногти никакие красные розовые а плотные крепкие ногти не такие слегка с естественной белизной идут именно за счет толщины ногтевой пластины да не становятся более такие белесые краснота вот это вот яркая нам будет уходить плотность будет появляться раньше ногти гнулись как фольга а теперь их и попилить можно спокойно они уже не так противно скрипят под пилкой и данный состав который когда проникает внутрь мы сейчас разберем как это делать он не снимается ничем потому что во первых он не может сняться пилкой или фрезой потому что он находится внутри вы его не достанете только если весь ноготь спилите и ацетоном он также не размачивается поэтому есть плюсы в этом есть минусы в этом и мы сейчас будем потихонечку разбираться что это такое как вообще с этим работать я для вас приготовила фотографии и слайды давайте сейчас рассмотрим посмотрим как у нас до после ну вот допустим смотрите когда мы работаем с нашим ногтевой пластиной у нас есть разные проблемы у нас есть как просто толщина допустим не большая сама по себе и ногти перепиленные на них нет никаких разрывов и от никаких расслоений у нас может быть ногтевая пластина в принципе здоровая проблем никаких нет просто вам хочется перестраховаться и защитить ногтевую пластину от внешних негативных факторов воздействия на каких-то агрессивных веществ материалов кислотных и прочее может быть ногтевая пластина с расслоениями когда у вас уже есть разрывы вот допустим на этом ноготке мы видим что у нас здесь забафленная площадь есть а вот посерединке там нет никаких явных расслоений а свободном крае мы видим прям активные разрывы свободного края слои разорваны здесь конечно же у нас есть повреждения смотрим боковая стеночка да обратите внимание они то делаю я боковая стеночка у нас тоже и во первых есть такой пропил а в синусе и у нас есть разрывы глубокие на боковой стенке ногтевой пластины тоже материал скорее всего уже начал был переношен начал отслаиваться отрываться разрывать нашу ногтевую пластину потому что если мы материал положили супер крепко не он будет отслаиваться а он будет вырывать вам ноготь поэтому следующий раз как-то вот когда посмотрел на такие ногти думаешь блин стараться в следующий раз делать так же крепко так же круто или нет потому что получается что подобное состояние ногтевой пластины после носибельности материала говорит о том что вы сделали очень круто ногти настолько крепко и настолько мощно что у вас не материал отслоился а уже много это начало разрываться и конечно же это большая нагрузка то есть ногти так не будут разрываться если клиентка ходит и ничего не трогать ничего руками не ковыряют она активно работает и после айбекса что мы можем видеть мы можем видеть здесь не было ничего забавлено никаких дополнительных средств не было нанесено здесь просто работа айбекс немножко у нас на свободном крае слегка часть айбекса за полимеризовалась чуть-чуть на поверхности об этом мы тоже поговорим вообще по идее это считается там неверно это считается ошибкой но по своему опыту могу сказать что это не как носибельности покрытия будущего не мешает это может немножко смутить если вы не планируете сверху покрывать чем-то но я думаю что капелька масла и шлифовщик по поверхности вам никаких проблем доставит у вас будет полноценно равномерно везде одинаково вид вашего вашей ногтевой пластины так идем посмотрим что нам нужно для того чтобы делать непосредственно айбекса что это такое какие предметы для него нужны айбекса у нас это состав который под теплом что происходит под теплом у нас расширяется и немножечко раздвигается связи между клеточками до ног от расширяется и у нас этот состав становится более жидким и он начинает проникать более глубокие слои и оседать именно там поэтому чем больше мы нагреваем наш состав тем глубже он нас проникает потому если мы хотим закрепить глубокие слои ногтевой пластины мы греем дольше если мы хотим уплотнить или закрыть какие-то огрехи поверхностные то мы греем меньше то есть нам нам нужна система непосредственно айбекс это две баночки это может быть пини версия это может быть полная версия это баночка репер маленько сказала странно репер да баночка первая маленькая это айбекс репер и это у нас просто айбекс Большая бутылка. Это две разные банки, у них две разные функции. Нам нужна будет какая-то нагревательная лампа, или это может быть просто какой-то нагревательный элемент, если вы делаете в домашних условиях, если, допустим, вы себе решили сделать, если вы не мастер, если вы клиент, и решили себе в домашних условиях укрепить, восстановить ногти. Это может быть просто даже фен, который имеет разные режимы, чтобы он не дул очень сильно, такое легкое тепло. Это может быть батарея, это может быть обычная лампочка Ильича, не которая сейчас такая, знаете, энергосберегающая, а конкретно обычная лампочка Ильича, которая выдаёт тепло. То есть, если вы сомневаетесь, подходит ваша лампочка или нет, вы можете просто поставить руку, и если вы чувствуете, что она прям нагревается, раскаляется, то данная лампочка вам подходит. И если она не раскаляется, то, к сожалению, данная лампочка нам не подойдёт. Смотрим. Я в условиях салона использовала лампу для сушки лака. Есть такая лампа для сушки лака. Выглядит она у нас вот таким вот. Немножко я тут шатнула. Вот таким вот образом. Она выдаёт горячий и холодный воздух. Она изначально идёт для лакового покрытия, для того, чтобы сушить быстрее лак в салонных условиях. Также она идёт для термоплёнок, и в том числе я её использую для IBX. Поэтому у кого есть такая штука, обязательно её используйте. Это, конечно же, наша лампа для полимеризации. Это может быть UF-лампа, Light, CCFL, любая гибридка. Это обезжириватель, чтобы убирать остатки нашего материала, состава. И это салфетки. Ну, в принципе, это всё у вас есть. Кроме нагревательного элемента, его нужно будет поискать. И давайте ещё раз закрепим. IBX Repair. Это маленькая баночка, которая скрепляет расслоение на внешнем периметре, когда у нас конкретно ноготь открыл рот. И большая бутылочка скрепляет слои внутри, для того, чтобы они в дальнейшем не расходились. То есть, если первую бутылочку маленькую мы применяем в том случае, если вы видите откровенные разрывы, то вторую бутылочку мы применяем всегда, даже если просто клиенту хотим ногти защитить от будущего какого-то воздействия. Неважно, это материалы или внешние факторы. Это то, что нам будет необходимо и то, как мы с этим работаем. Дальше, что мы с вами делаем? Мы должны усвоить, что IBX применяется только на головную ногтевую пластину, если вы хотите увидеть эффект именно на ногтях. Если вы будете вымазывать IBX на поверхность остатков базы, например, то IBX, естественно, у вас не уйдёт внутрь, он будет у вас тонкой, блестящей плёнкой, имитирующей ногтевую пластину, полимеризоваться сверху. Реально IBX прям имитирует ногтевую пластину. Он не похож на материал, даже если он полимеризуется где-то вдруг на поверхности или даже там случайно затёк в боковую пазуху, он выглядит полностью как ногтевая пластина и ничем не размачивается. Поэтому здесь уже будьте внимательны. Только на голые ногти и не допускаем полимеризации на коже, иначе у вас будет какой-то такой вид мутированной ногтевой пластины. Поэтому будьте внимательны. Что мы с вами делаем? Естественно, мы снимаем материал полностью. Если он где-то остаётся пятнышками, но это не критично, если вы собираетесь перекрывать сверху каким-то ещё материалом. Ну, на этом пятнышки не укрепятся. Ноготь, ну, ничего страшного. Однако, один какой-то процент из всей площади, это не страшно, это допустимо. Но если есть возможность, если позволяет время всё максимально до конца убрать, то, конечно же, убирайте. По поводу забафливания ногтевой пластины часто у меня возникают у моих учеников вопросы. Татьяна, когда бафить? Я бы вам сказала, что бафить не принципиально когда. Можете до процедуры, потому что после процедуры у вас забафливание ваше никуда не уйдёт. То есть, если мы обратим внимание на наш ноготь после, да, посмотрите, именно забафливание у нас никуда не ушло. У нас цепились расслойные участки, но следы от бафика у нас остались на месте. Поэтому здесь бафить можно как до, так и после. Но если вы ещё не уверены, как у вас будет работать IBX, лучше оставить забафливание на потом. Почему? Потому что когда мы бафим, мы, естественно, подсознательно пытаемся сошлифовать все неровности и все те расслоения, которые IBX мог бы заклеить, выспиливаете. Поэтому лучше себе записать, что мы забафливание оставляем на потом, чтобы уже увидеть, что IBX смог склеить, что IBX не смог склеить, и забафить то, что осталось. И также, как я говорила, иногда, когда мы хотим прям очень сильно укрепить, у нас полимеризуется IBX слегка на поверхности. Немножко. Вы посмотрите, в зоне пропила он чуть-чуть на поверхности заполировался, потому что он его заполимеризовался, потому что он его немножко восстановил. Посмотрите, был пропил, и после этого пропила нету. Он даже практически полностью сравнялся с поверхностью ногтевой пластины. Небольшая ямка осталась, но тем не менее. И свободный край. Посмотрите, был до, и он у нас после немножечко заполимеризовался сверху. Но выглядит это как будто бы просто ноготь здесь глянцевый, а там он матовый. И тоже желательно будет его забафи, для того, чтобы материал сцепился именно механически уже лучше. Поэтому бафим после. Это моя рекомендация, это не строгое правило, это моя личная рекомендация. Что мы делаем дальше? Естественно, если мы увидели, что у нашего клиента есть определенное расслоение, первое, что мы будем делать, это возьмем IBX Repair, маленькую первую бутылочку, немножечко ее перемешаем, потому что, естественно, компоненты, ингредиенты могут отстаиваться. Их нужно аккуратненько перемешивать, как говорится, перемешать, но не взбалтывать, как Джеймс Бонд говорил. А может быть, он говорил по-другому, но у меня будет так. Перемешать, но не взбалтывать. И первое, что мы делаем, мы стараемся точечно нашей кисточкой от IBX Repair капельками немножко аккуратненько притоптать и впитать те зоны, которые у нас непосредственно были повреждены. Делаем мы это полусухой кистью, то есть на моей, на моем макролинзе может показаться, что это очень жирно. На самом деле, мы отжимаем кисточку 10 раз об внутреннюю часть горлышка, перед тем, как нанести данный состав на проблемные участки. Ни в коем случае не допускайте затеканий. Мы это делаем очень точечно, аккуратно, изящно. И производитель рекомендует, что он рекомендует? Он рекомендует, мажься на весь ноготь. На весь ноготь можно это сделать, но мы об этом и говорим попозже. Мой способ такой. Сначала точечно, конкретно, на вмятины, на участки провалы, даже можно на какие-то деформации, ростковые зоны, я так делала, и у клиентов реально срастали данные проблемы в свое время. Поэтому капаем по капельке, точечно, и производитель говорит, вы пропитайте потом ватным диском, и сначала бухните побольше, а потом салфеточкой безворсовой пропитайте. Я против этого, потому что на самом деле результат от того, что вы нанесете сразу сухо, ничуть не меньше, чем если вы будете пропитывать. Я думаю, что данный подход мог быть для того, чтобы больше материала тратилось, и, естественно, вы быстрее покупали новый продукт. Подытожим, что мы с вами должны были. Мы должны были нанести точечно, по моей технологии, IBX, конкретно, на расслоение. Это первый шаг. Второй шаг. Нам нужно прогреть. Зачем? Для того, чтобы чешуйки, ногтевые полосынки раскрылись. Препарат наш стал более жидким, он проник в глубину наших расслоений, и осел непосредственно на дне нашего расслоения. Если вы после прогрева, да, то есть, естественно, если у меня такая вот лампа-сушка, да, я включаю горячий воздух, я кладу пальчики, самое главное, чтобы не было горячо. Если вашему клиенту горячо, и он думает, чем лучше я прожарю сейчас свои ногти до костей, тем лучше у меня укрепится. Это неправильный подход. Вы даже можете быть на расстоянии большом от вашего нагревательного элемента, если это какой-то фен, например, но при этом чувствовать легкое и приятное тепло. Естественно, если вы нанесли многовато, или у вас настолько нагрелся ваш ноготь, настолько нагрелся препарат, что он растекся, обязательно протирайте, но не весь ноготь, а только пазухи, куда мог затечь у вас препарат. Вы берете обезжириватель, вы берете масштабельственную палочку и аккуратно протираете только бока и зону кутикулы. Полностью материал, наш препарат снимать с ногтевой пластины, нужно будет только после полимеризации. Он проник внутрь. Окей, третий шаг. Нам нужно заполимеризовать его остатки. Нужную часть, она осядет и заполимеризуется внутри, а такой некий липкий слой, который не будет полимеризоваться, у вас сотрется и ноготь останется, как будто бы без чего-либо, как будто бы там ничего и не было, но сразу почувствуете, что начинает расслоение уходить. Поэтому мы с вами нанесли точечно, прогрели одну минуту, проверили нет ли затеков, если есть, вытерли и полимеризовали в любой лампе для полимеризации гель-лака одну минуту. Этого хватит. После того, как вы заполимеризовали, у вас все уже, нужная часть состава осела вниз под теплом, заполимеризовалась внутри. Внешнюю часть вы просто протираете обезжиривателем, не задевая кожу, потому что также, конечно же, препарат имеет и натуральные компоненты, и какие-то некие химические компоненты, на которые у ваших клиентов у кого-то может быть индивидуальная непереносимость, как у кого-то на апельсины индивидуальная непереносимость, также может быть и на какой-то ингредиент Айбикс, учитывая то, что мы до конца не знаем всю формулу, то будьте аккуратны. Но никогда, ни разу в жизни у меня на него, ни у одного клиента не было аллергии, хотя я делала абсолютно все. Еще раз повторюсь, я клиентская база была около 120 человек, проходила через мои руки в месяц. И далее, производитель говорит, все, мы закончили с этой бутылочкой, идем дальше. Я не согласна, потому что, на самом деле, если посмотреть внимательно, мы обратим внимание, что с первого раза, с первого состава у нас не так круто, не так плотно закрываются те участки, которые были, например, очень сильно разорваны. И для того, чтобы не добиться, например, вот такого вот результата, до, да, такие разрывы, прям расслоения, после практически ничего не видно, ничего не осталось, до свободный край, после свободный край, мне потребовалось сделать данную процедуру, которую я сейчас описала, трижды раз подряд, три раза подряд, одно и то же. Опять точечно, опять греть, опять полимеризовать, опять отбежевить. Смотрим, еще хочется, опять точечно нанесли, прогрели одну минуту, заполимеризовали одну минуту, хоть шесть раз, пока вы не увидите, что ваш кратер, ваше расслоение, ваш открытый рот, он заклеился. То есть проверяйте, бывает так, что как бы контур от расслоечки остался, но она все, она намертво приклеена, проверяйте, смотрите, с лантеточкой протираете, цепляется, значит еще можно, не цепляется, значит все, уже можно заканчивать и переходить дальше. Это очень важно, потому что именно на этом большинство мастеров идет дальше и сетут, почему же у нас нету результатов, которые мы так хотим увидеть, поэтому обязательно делаем много раз, столько раз, сколько необходимо для полного перекрытия наших расслоений. Почему так? Потому что большинство мастеров, хороших, я не говорю сейчас про отбитых мастеров, которые берут сотку, там пилочку, или восьмидесятку, или пятидесятку и спиливают ногти клиентам, просто типа готовят ногтевую пластину. Я сейчас говорю об адекватных клиентах, об адекватных мастерах, которые знают, как правильно готовить ногти к искусственному материалу, они вынуждены, вот представляете, пришел к вам клиент вот с такой вот ногтевой пластиной, вы понимаете, что если вы это все оставите, то скорее всего эти раскрытые рты у вас буквально через неделю пойдут давать воздушные карманы, потому что ноготь будет гнуться, материал будет гнуться, и естественно эти вот разрывы будут создавать воздушные карманы. Вы, конечно же, их спиливаете, но спиливая эти разрывы, вы спиливаете всю толщину и плотность ногтевой пластины, делая ноготь тонким, еще более гнущимся, еще более подверженным внешним факторам. Поэтому обязательно повторяю первый состав столько раз, насколько вам кажется правильно. В целом процедура IBX занимает около 20-30 минут в зависимости от сложности ситуации. Если клиент вообще в принципе здоровый, все с ним в порядке, то даже может и 10 минут занять полностью вся процедура, потому что нам не нужно будет там много супер каких-то действий делать. После того, как мы закрыли все наши расслоения точечно, мы с вами берем второй состав, просто называется он IBX, это как раз таки состав, который дает сцепление между слоями. Не заполняет расслоение, а клеит слой к слою, слой к слою, для того, чтобы не было в дальнейшем рассыхания ногтевой пластины, не появлялись белесые крупные пятна, которые сигнализируют нам об истощении и иссушении ногтевой пластины. Мы берем второй состав, и второй состав, так, я вам не показала видео обезжиривание, видео обезжиривание, вот мы обезжирили, стягиваем с ногтевой пластины к свободному краю, весь состав, смотрим, изучаем, что там у нас получилось, закрылись ли наши расслоения или хочется повторить еще. Это вот у нас ноготочек после первого состава и какой он после третьего, после первого состава после одного раза, какой он после третьего раза совсем другой, то есть здесь уже видно прогресс, но после третьего раза он еще более плотно сидит, у нас плотно прикреплен. Так, это мы уже тоже посмотрели, и у нас с вами второй состав IBX, он наносится на всю ногтевую пластину, перед этим тоже очень тщательно отжимайте кисть, чтобы с нее не текло, и можно прям втирающими движениями нанести на всю ногтевую пластину, я люблю оставлять зазор, естественно, на птилиге, если вы еще не сделали маникюр или не планируете, мы не заходим, если сделали маникюр, то можно ближе подходить, и от боковых стеночек тоже оставляйте расстояние где-то в 2 мм, зачем? Потому что мы сейчас будем опять наш состав греть, чтобы он проник в глубину, в самые глубокие слои ногтевой пластины, и естественно, будем греть долго, а от того, что мы будем греть долго, у нас, естественно, материал будет растекаться, и попадать в пазухи, что нам совсем не нужно, потому что это лишняя морока, поэтому вы должны у меня нанести на весь ноготок, но обратите внимание, с зазором, и от кутикулы, и от боковых стеночек, сухо, чтобы не растекалось, и так как мы хотим проникнуть в глубокие слои ногтевой пластины, мы прогреваем наш состав 5 минут, целых 5 минут, я помню время, когда я работала в салоне на огромном потоке, по 10 человек в день, по 8-10 человек в день, если это был там педикюр, например, и там по 6 человек, по 5 человек в день, если это было какое-то укрепление, 4-5 человек, это все равно много, потому что тратилось на это практически как на моделирование сил и всего, я помню мои любимые моменты, это IBX, когда я могла сделать клиенту второй состав, поставить ему лампу для нагрева, и у меня было 5 минут, для того, чтобы он посмотрел себе спокойно, например, какой-то сериал, не отвлекаясь, а я могла выйти, быстренько перекусить, попить чаю и пойти дальше, это было мое любимое время, потому что эти 5 минут, они длились бесконечно, если ты смотришь на клиента, а если тебе нужно найти ему какой-то дизайн, или найти ему гель-лак, или что-то свои дела какие-то сделать, это было прям класс, я вам признаюсь честно, поэтому IBX была моя любимая часть процедуры, потому что это легко, это просто, это реально круто работает, это офигенно укрепляет ногти и продлевает носимость материала, при этом вы еще отдыхаете, потому что вам не нужно концентрироваться, так как маникюр это в принципе очень тяжелая нагрузка для мозга, кажется, что ой, что там маникюрша, там попилила, тут отрезала, здесь помазала и готово, но реально хороший специалист, это очень напряженная работа, это как, типа как нейрохирурги, там каждый миллиметр, каждый там микрон на вес золота, так же и у нас, только, конечно же, у нейрохирурга в руках здоровье, и жизнь человеку, у нас аккуратность и пролонгировалась маникюр, если мы делаем что-то не так, то и вид другой, эстетика другая носится плохо, поэтому хорошие мастера, они к своей работе относятся ничуть не, менее ответственно, чем врачи, и максимально все аккуратно делают, поэтому здесь отдыхайте, вы по полной, нанесли, прогрели 5 минут, для того, чтобы в самые глубокие слои проник наш состав, так же противоряйте затеки, так же протирайте затеки, так же полимеризуйте одну минуту, и у вас весь состав осел внутрь от тепла, в глубину, там заполимеризовался, а поверхность вы протираете, и у вас ничего не остается, казалось бы, очень хорошо чувствуется система IBX на перепиленных ногтях, конечно, если ваш клиент имеет здоровую ногтевую пластину, он, может быть, не так круто может оценить действие IBX, потому что IBX защищает, он предотвращает профилактика, всегда менее заметна, чем, естественно, лечение, поэтому профилактика тоже круто работает, но максимально отчетливо вы почувствуете систему IBX на супер убитых ногтях, дальше, что мы с вами делаем, а для клиентов, для которых вы делаете, как бы, профилактику, вот это укрепление, для них нужно грамотно донести, и объяснить, как я вам сейчас объясняю, зачем это им нужно, поэтому это ваша работа, вы это должны объяснить, можете в постах, можете лично каждому проконсультировать, в чем же важность того, чтобы ногти обезопасить от внешних негативных факторов, мы делаем абсолютно то же самое, нанесли на всю ногтевую пластину, прогрели, проверили, заполимеризовали, протерли, и обязательно я вам рекомендую сделать второй слой того же IBX, особенно если ваши ногти очень сильно убиты, мы опять же доносим на всю ногтевую пластину, опять же прогреваем, но теперь три минуты, зачем, чтобы ваш материал, ваш состав осел не совсем в глубину, а на средние и поверхностные слои ногтевой пластины, полимеризуем, естественно, этот осевший состав непосредственно в верхних слоях, все лишнее, весь этот липкий остаток мы стираем, даже я бы сказала жидкий остаток, он больше жидкий, нежели чем липкий, и далее вы можете делать абсолютно любое покрытие, да, естественно, вы можете забафить, вы можете нанести праймер любой фирмы, вы можете без праймера выкладывать материал, если он не требует у вас, естественно, ангидивных препаратов, делать все, что угодно. Если же ваши ногти прям совсем уничтожены и вы клиента отпускаете без покрытия, то вы можете завершить вашу процедуру, опять же, не системой, а бутылочкой IBX Repair, которую мы изначально не делали, но уже не точечно, а на всю ногтевую пластину, как рекомендует производитель. То есть я, если прям полная жесть пришла ко мне, то я делаю IBX Repair несколько раз, пока не уберу расслоение, потом делаю IBX, 5 минут грею, сушу, полимеризую, IBX, 3 минуты грею, полимеризую, и опять Repair, то есть Repair, 2 IBX, опять Repair. Если у меня ногти без расслоений, без каких-либо проблем, то я делаю только IBX, без Repair. Если у меня ногти убитые, но сверху планируется материал, я делаю IBX столько, сколько нужно Repair, потом просто IBX, и все, и наношу уже покрытие, потому что нет смысла запаивать поверхность ногтевой пластины, если вы планируете выкладывать сверху искусственный материал, это просто ну тупо нелогично. Поэтому в зависимости от состояния ногтевой пластины и то, что будет происходить дальше, вы эти бутылочки можете использовать разное количество слоев. Мой эксперимент привел к тому, что самое лучшее это точечно много раз в начале Repair, потом на всю ногтевую пластину IBX, потом покрытие уже по тем техникам, которыми вы уже владеете, которые вы уже хорошо знаете. поэтому это мой подход, он проверен годами, он реально работает, еще раз вам напомню, как это у нас было до, как у нас стало после, как у нас было до и как у нас стало после, и много еще очень работ непосредственно в моем профиле можно поискать, есть даже совсем-совсем старенькие работы еще в то время, когда я только-только начинала преподавать. IBX мы использовали очень часто, потому что я больше ориентировалась при преподавании на то, как я делаю обычно. Безусловно, через какое-то время мой подход к преподаванию слегка скорректировался, потому что все мастера разные, они не похожи зачастую на меня, и может быть не нравится то, что нравится мне, поэтому я стала уже как бы более выборочно подходить к вопросу, и IBX применять только тогда, когда прям очень нужно. Напишите, пожалуйста, все ли было понятно. Есть ли какие-то вопросы, если эфир вам понравился, вы можете написать мне об этом, мне будет очень приятно. Если есть вопросы, можете спрашивать. У нас есть буквально еще 10 минут для того, чтобы поболтать, поговорить. Вот. И я еще раз напомню вам о том, как попугай, буду напоминать еще много раз, что завтра получается остался один день, вообще в принципе остался последний день на скидку, на курс выравнивания и укрепления. Все возможности раскрываются любых материалов, не нужно никакие базы выкидывать, каждая база имеет свои особенности, каждая база имеет свой спектр применения. Мы будем учиться с вами делать разные, помимо разных техник выравнивания, разные способы выкладки базы. Это у нас будет и моделирование гель-лаком, и тейпирование, и ремонт трещин, и акрил-гелем, и база с акрилом, и восстановление боковых стенок, и восстановление углов, и донаращивание, и клювики, и винты будем поднимать. В общем, все, что нужно для того, чтобы делать идеальные ногти по архитектуре, в этот курс входит. Этот курс, он очень мощный, он очень мощный, он стоит обычно 2500 рублей, и сейчас на него скидка, просто антикризисная, 990 рублей. Он стоит, это очень дешево, такого не было, еще раз повторюсь, и никогда не будет, поэтому успевайте, одни сутки у вас остались даже меньше, один день у вас остался для того, чтобы его купить, но его также можно и выиграть. Каким образом? Конечно же, за вашу активность. Безусловно, сейчас всем нужна активность в аккаунтах, поэтому за репост я выберу одного, тот, кто отрепостит сегодняшний мой эфир, вы к себе в сторис репостите, что вы посмотрели мой эфир, можно какой-то скрин, можно какой-то кусочек даже видео выставить, репостите сегодняшний эфир, и завтра вечером я выбираю один репост и дарю вам данный курс абсолютно бесплатно. Еще раз напоминаю, если вдруг вы уже купили этот курс, вы также можете поучаствовать, если вы выиграете, я вам просто перешлю денежку в размере 990 рублей на вашу карточку, поэтому, пожалуйста, участвуйте и задавайте вопросы, если у вас есть вопросы по сегодняшнему эфиру, ну, или, может быть, если мы успеем, еще и не по эфиру, почему-нибудь еще. Перед покрытием держать один раз IBX 5 минут или 3 минуты. Если вы планируете делать покрытие, у вас особо ничего не меняется в системе работы, нежели чем вы бы не делали покрытие. Баночка IBX у нас применяется двумя слоями, так как нам нужно скрепить и склеить всю глубину слоев, нам нужно проникнуть сначала на глубокие слои, да, то есть помните, чем дольше мы греем, тем глубже оседает IBX. Поэтому сначала мы греем 5 минут, а потом нам нужно добить еще средние и поверхностные слои, поэтому нам нужно греть 3 минуты. Поэтому мы греем слой один 5 минут и один мы греем 3 минуты. Постараюсь сохранить. Как греть в этой лампе обе руки? Я всегда клиентам давала греть обе руки, мы делаем вот такой вот коршуна собираем пальчики все в кучку и вот таким вот образом греем. Можно даже на расстоянии, убрать на расстоянии. Лампа у вас, естественно, будет стоять на столе, я не могу ее поставить на стол, вам будет не видно. И вот таким вот куриной такой лапкой мы с вами это греем. Так, как сейчас нужно делать такую процедуру? Хороший вопрос. Есть ли ногти убитые, кранты вообще в хлам? Сейчас я тут уберу слайд. То я рекомендую данную систему делать каждый раз перед покрытием. То есть, да, есть минус, придется каждый раз снимать покрытие полностью. Но вы реально укрепите и уплотните. У Абекса есть накопительный эффект. Он реально накапливается и уплотняет ногтевую пластину. Но помните, естественно, ногой срастает и Абекс тоже срастает. Поэтому если с ногтями полная беда, делаем каждое перепокрытие. Если с ногтями все хорошо, делаем по мере срастания. То есть, понимаете, что Абекс уже был сделан месяца два назад, то есть, он где-то уже срос на половину ногтевой пластины, а уже на стрессовую зону немножко сползает, лучше сделать еще раз. То есть, ваша процедура может варьироваться от каждых трех недель, даже хоть от каждой недели, если ваш клиент без покрытия ходит только на маникюр и ходовые процедуры, до трех-четырех месяцев. То есть, срос Абекс опять сделаем, срос Абекс опять сделаем. Спасибо, спасибо, спасибо. Название фирмы. Фирма у нас это Famous Names. Вот такая вот у него иконочка и фирма называется Famous Names. А если ноготь изначально без покрытия, его надо бафить? Нет, не нужно. Это не обязательно, вы можете после забафить. Танюша, сколько должна стоить услуга IBX. У нас услуга IBX стоила 500 рублей с учетом того, что покрытие, снятие и маникюр у нас стоило примерно 1500-1700 рублей. То есть, где-то треть процедуры, поэтому можете посчитать на свою стоимость. Себестоимость данной процедуры ну, рублей 60 будет для вас примерно. Это с учетом того, что я вот беру такой, знаете, неэкономичный расход. Можно перед применением IBX материал снимать средства для снятия гель-лака? Можно, но, естественно, выбирайте максимально щадящие средства, средства, как я правильно сказала или нет? Максимально щадящие вещества выбираем. И что еще хочу сказать? Что-то я хотела сказать важно, отвлеклась на грамотность своей речи и забыла. снимать средства для снятия гель-лака. Забыла. В общем, вспомню, скажу. Можно просто будете... А, вот сейчас вспомнила. Можно снимать в том случае, если ваш материал размачивается или он не переношен, тоже можно, потому что материал, который у нас даже размачивается, но он переношен более чем 4 недели, он перестает размачиваться. Поэтому будьте внимательны. Можно таким размачиванием навредить еще больше, чем с пиливанием, даже если вы его делаете не совсем аккуратно. Спасибо за эфир, сколько стоит такая услуга, это я уже ответила. Используете ли IBX Boost? IBX Boost еще не использовала, но обязательно до него доберусь. Дома, хотела найти хорошую информацию по работе с этим продуктом. Спасибо большое, классно, пожалуйста. Все доступно и понятно, все супер. Себестоимость процедуры рассказала. Кому противопоказаний нету, но я так думаю, что все равно в любом случае с осторожностью применять каким-нибудь слишком чувствительным клиентам, у которых есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, но в принципе у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, им вообще все противопоказано. Поэтому, судя по описанию, судя по тем ингредиентам, которые указаны в составе, каких-то ярких противопоказаний нет, главное, чтобы клиенту не попадало на кожу перестраховку. То есть не то, что если попадет на кожу все это кислота, мы сгорим, а просто перестраховка, потому что ноготь не будет у вас реагировать, а кожа будет реагировать, если вдруг какая-то есть неприносимость. Про греем уже сегодня целый эфир рассказываю, уже повторяться не буду, сохраню эфир, посмотрите в записи, очень подробно рассказала. Про промакивание салфетка тоже рассказала. Вебинаре есть ремонт трещин, есть ремонт ногтей или только трещин, конечно, есть ремонт, там огромное количество ремонта в этом вебинаре в плане восстановления архитектуры, восстановления стенок, скрученные ногти, вниз растущие ногти, ногти-винты, про все про это мы разговариваем, рассказываю вам, показываю, как я это делаю. После повтор IBX Repair можно носить базу? Конечно, можно, только забавьте, естественно. У меня есть база Gloss, просто лежит, к сожалению. На самом деле, очень зря, потому что, как я говорила сегодня тоже в сторис, нет идеальной базы, это действительно так, вы не найдете, нужно найти идеальный подход к каждому материалу, и вы к каждому материалу сможете найти подход, если вы разберетесь в материаловведении, поймете, какие базы жесткие, мягкие, какие кислотные, какие малокислотные, какие подсушивают, какие, наоборот, сохраняют здоровые ногтеплости, какие армируют, какие проседают, какие не проседают, какие амортизируют, могу бесконечно об этом говорить, Поэтому, если есть такая проблема, присоединяйтесь к нашей группе по скидке, по огромной наш крутой курс. Девочки смотрят тоже на первых уроках просто в восторге. Ну, реально курс офиген, он пропитан таким вдохновением моим, он напитан таким количеством разных техник, разных возможностей, что... Ну, я вообще, в принципе, такой преподаватель, я не люблю упираться во что-то одно. Я всегда даю очень много разных подходов, я никогда не пытаюсь прикипеть к какому-то одному материалу, к какому-то одному продукту, к одной технике. Я всегда показываю множество разного, потому что я знаю, что вы все разные, у вас у всех запросы разные, потребности разные, вкусы у вас тоже разные. Про промакивание, это скороговорка. Я уже говорила, что я не промакиваю, я изначально наношу максимально тонко, для того, чтобы не тратить лишний материал на промакивание и выбросы в помойку. Девочки, я прохожу курс, подскажите, как получается диплом? Диплом у нас электронный, который также имеет лицензию и он имеет вес, он у вас автоматически появляется в личном кабинете после просмотра всех уроков. То есть программа сама вычисляется, посмотрели вы все или вы ничего не посмотрели и решили только диплом получить. Поэтому если вы посмотрели все уроки, ничего не пропустили, ничего не выкинули, диплом появляется автоматически в вашем личном кабинете. Если вы хотите диплом в твердой корочке, то к этому курсу выдаются диплом о дополнительном образовании, вы можете его оформить уже в твердом переплете, но вы сами понимаете, что это стоит денег. Поэтому курс стоит и так дешево 1000 рублей, а твердый переплете, даже просто корочка сама в канцелярском магазине стоит 390 рублей. А еще, естественно, наш лицензированный вкладыш, который также это цветная печать, это госпошлина, поэтому вам нужно будет доплатить 500 рублей за печать самого диплома и за транспортировочные, за транспортные услуги. То есть если вам нужен просто диплом лицензированный, который у нас электронный, он получается сразу же, потому что мы не тратим никакие деньги на его оформление. Если вам нужно именно в руках, чтобы вы его держали, тогда вам нужно будет оформить его за дополнительную плату. Это не то, что вы диплом покупаете, диплом выдаются за знания, а вы просто покупаете сам продукт, именно корка. Корка, да, но стоит очень дорого. Потому что не всем нужен, да, многие бы сказали, Татьяна, почему так же, можно просто включить стоимость. Но это было бы нечестно, потому что кому-то, допустим, не нужен этот диплом. У него, допустим, уже есть документы, которые необходимы. И зачем ему переплачивать там эти лишние 500 рублей, когда он хочет получить именно знание, а не диплом. Таня, действительно, если ногти не сильно повреждены, то хватит только первый пузырёк. Давайте вдумаемся ещё раз. Невнимательно смотрите меня вообще. Это плохо, надо вникать. Давайте вникнем вместе с вами. Первый пузырёк, это IBX Repair маленький, который внизу справа, скрепляет расслойки на внешнем слое. И вот теперь сами ответьте мне, подойдёт ли первый пузырёк на ногти, который здоровый. Подумайте об этом. Будем включаться в работу. Как отличить подделку? На самом деле, отличить подделку, я даже не знаю, что тут подделки делают. Я вам рекомендую покупать просто в магазинах, где есть сертификаты лицензированные, качества. Официальные представители. Вот мы, допустим, так как мы очень любили IBX, мы были первыми такими внефирмовыми представителями. Наша школа, наш магазин. Я помню, даже я вела семинары по IBX, бесплатные, живые. Очень много рассказывала. Можно играть обычной лампочкой? Можно, но не энергосберегающей, а обычной классической лампочкой. И лича. Лампы накаливания. Всё верно. Если ногти станчились вплоть до начальной стадии нехолизиса, IBX можно? IBX можно и даже нужно, потому что IBX ускоряет процесс растаяния ногтевой пластины. Как часто можно делать? Раз в неделю, самое часто. Сколько процедур и с каким промежутком времени уже сказала? Срок хранения данной системы после открытия. Слушайте, вот вы меня задачили, насколько я помню, это было 3 года. Так, мы сейчас прочитаем. Срок у нас 3 года. Всё правильно, я сказала. Помню, ещё всё прекрасно. Греть фейнам нога в средней скорости или на минимуме? На минимуме вам не нужен поток воздуха, вам нужен поток тепла. Как называется курс? Курс называется выравнивание и укрепление. Сейчас у него последний день. Невероятная скидка. Это просто сначала у меня был шок-контент, когда мне отдел маркетинга говорит, Таня, давай сделаем какую-нибудь супер-скидку на твой курс. Прямо порадуем подписчиков. Я, на самом деле, сначала была в шоке. Во мне проснулся такой маленький жадина, который говорила, в смысле мой курс? Такой крутой, закосарь? Даже меньше. Нет. Но потом, естественно, я понимаю, что сейчас такой период нашей жизни и такие обстоятельства в мире, что не об этом нужно думать. Нужно дать возможность тем людям, у которых ограниченные средства, тоже получить знания. Поэтому, с одной стороны, я очень рада за вас, что реально сейчас курс можно купить просто по супер-доступной цене. Но, с другой стороны, я такая вот, во мне есть маленькая такая вредина, которая говорит, жалко, не дам, мое. Татьяна, можно играть лайт-лампой? Лайт-лампой, что вы имеете в виду? Если вы имеете в виду лампу для полимеризации, то нет, потому что она у вас сразу же заполимеризует ваш состав, а состав должен расслоиться, и те элементы, которые связующие, должны уйти в глубину ногтевой пластины, чтобы у вас не просто как база заполимеризовалась сверху, все-таки ушло внутрь. Как и где можно приобрести данный препарат? Ну, вы можете его приобрести у нас, например, либо у официальных представителей. У нас, естественно, есть все сертификаты качества. Это магазин Paris Mail. Вы можете зайти онлайн, заказать доставку. У нас сейчас скидки. Что такое Bix? Это просто прекрасный вопрос в конце нашего эфира. Пересмотрите эфир, пожалуйста. Нужен ли праймер после IBX? У вас система IBX и ваш материал, который вы выкладываете сверху, они никак не связаны. Система IBX просто делает ваш ноготь крепче, толще, то есть как бы имитирует натуральный ноготь. Но заменить праймер ваш IBX не может. То есть у вас уже ноготь не может заменить праймер. Поэтому вы смотрите. Если к вашему материалу требуется бескислотный праймер, вы его вымазываете. Если к вашему материалу не требуется бескислотный праймер, вы его не вымазываете. Подскажите, пожалуйста, у кого гормоны ничего не держатся после IBX? Будет держаться? IBX не стабилизирует гормональную систему. IBX уплотняет ногтевую пластину. Он уплотняет ногтевую пластину. Про цену уже сказала. Про анхолизис уже сказала. Про диплом уже сказала. Так, отмотаю. Видимо, уже старенькие вопросики. Я отмотаю чуть вниз, потому что вопросы старые. Поскорее бы прошел карантин. Хочу к вам вживую. Да, я тоже мечтаю, чтобы карантин быстрее прошел, потому что, естественно, и скучаешь по живому общению, по живым курсам, по каким-то таким обыденным делам. Конечно, мы все ждем, когда карантин закончится. Татьяна, можно делать эту процедуру два раза в неделю? Вообще, по идее, я думаю, чисто теоретически можно, но особого эффекта, я думаю, не будет. Спасибо вам большое. Феном можно погреть. Не посушить, а погреть. Полимеризуем мы в лампе нашей ОФ, LED, гибрид. Спасибо за ваш эфир, все понятно, очень понравилось. Спасибо вам за отзыв. Дегидратор нужен перед или после IBX? Если пластина очень у вас прям супер влажная, или только-только клиент помыл руки, она прям вот такая сырая, то можно использовать дегидратор, потому что вода не даст зайти вашему IBX, вашему составу внутрь, тогда да. А после тоже по ситуации смотрите, как обычно готовить данного клиента к процедуре покрытия. Пузырьки разные по объему, значит, маленькие кончатся быстрее. Леночка, вы меня невнимательно слушаете. Даже слайд висит для вас специально. Маленькая бутылочка скрепляет расслоение. Я ее точно наношу. Да? А большой бутылек IBX, он на всю ногтевую пластину наносится. Угу, объемы. Тут 50% людей вообще ничего не служит, раз такие вопросы. Действительно, да. Поэтому я половину вопросов пропускаю и отправляю всех, у кого появились вопросы, что такое IBX, кого сушит, куда греть, зачем. Пожалуйста, пересмотрите эфир. И я, естественно, его сейчас закончу, чтобы он у меня не вылетел. Потому что Инстаграм любит ее в раз и вылетел просто. И вы посмотрите в записи. Танечка, спасибо большое. Вы супер, спасибо вам большое. Татьяна, вы не планируете выездить на курс в Москву? Ну, ну, смотрите. Ну, то нейл. Сейчас никто ничего не планирует, потому что сейчас очень сложная и тяжелая ситуация в стране и в мире. Поэтому пока что ничего не планирую. После воды объяснила, можно дегидратором воспользоваться. Если ногти ломкие, слоящиеся, сколько раз нужно использовать эту систему? Каждый раз перед покрытием или раз в неделю, если покрытие вы не носите. Сколько будет курс в доступе? Курс воральнего укрепления в доступе будет 2 месяца. И вполне возможно, доступ может быть продлят из-за как раз таки карантина, чтобы вы успели отработать на клиентах. Посмотрим по ситуации в мире. А если потом не делаешь IBX, они опять не крепкие будут, ногти? Действительно, если ваши ногти от природы, сами по себе очень тонкие, или вы планомерно, стабильно их постоянно перепиливаете, истончаете и портите, то, конечно, они будут у вас потом тонкие. Данная система позволяет укрепить и утолщить ногтевую пластину, но, естественно, временно. Это не лекарство, нет ни одного такого препарата, который бы сделал ваши ногти от природы. Вдруг они поменяют свой состав, свое устроение, свою генетику, и вдруг стали больше слоев выдавать. Такого не может быть, такое не существует. Значит, девочки, писать, пожалуйста, ответить на мой вопрос, это бесполезно, потому что у нас с вами сидело порядка 900 человек, и все задают вопросы, огромная лента бежит, и если вы пишете, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, я его не найду, поэтому если вам нужен ответ на ваш вопрос, вы можете его копировать, вставлять, и если я его пропускаю, еще раз. Ну, поймите меня правильно, очень много комментариев. Аналоги пробовала, пробовала, все про них тоже в начале эфира рассказывала. Так, очень много комментариев бежит, девочки, просто не успеваю. Спасибо за эфир, и, правда, у каждого своя техника было очень интересно послушать от тебя. Пожалуйста. Поэтому и вышло, потому что у меня свой подход, за много лет я к нему привыкла именно таким образом. Будут ли еще бесплатные эфиры? Да, конечно, будут. Куда же мы денемся от вас? Сколько стоит IBX? Я после эфира зайду на наш сайт и прикреплю ссылочку, поэтому можно будет в сториз зайти, посмотреть и стоимость, и нажать на ссылочку, перейти и оформить заказ, если вам это будет нужно, чтобы вы уже не искали. Потому что мне легче найти на сайте, чем вам, конечно же. В педикюре можно, конечно же, даже нужно. У меня большие пальцы года-два назад были, как бы сказать так правильно. Но, в общем, я перестала их чувствовать. Естественно, это было связано с тем, что кровообращение нарушено, где-то как-то, каким-то образом. И в связи с этим у меня перестали и ногти питаться, в том числе ногти стали ломкие, сухие, горбатые, в трещинах. Я решила, что, скорее всего, проблема непосредственно в каком-то грибке или еще чем-то задала все анализы. Оказалось, что никаких проблем нет, только питания не хватает. Я стала делать IBX, плюс капли капать от вросших ногтей, от фирмы Golden Trace. И у меня все проблемы с ногтями прошли. Ну, единственное, конечно же, так как питание не восстановлено, то как только перестаю делать эти процедуры, уже там через месяц у меня проблемы возникают обратно. Можно трошу ногтевую пластинку, не снимая весьма интернет? Можно, почему нет? Скажите, пожалуйста, свидетельство получаем также на тех условиях, что диплом. Свидетельство, еще требуется справка о прохождении практики. По поводу всей вот этой бюрок... Как это называется правильно? Не бюрократия, а в общем. Все документы, все бумажки, все справки. Это лучше в школу. Я человек творческий. Я даже если очень стараюсь запомнить, могу что-то пропустить, потому что вас не обманывать, чтобы ерунды всякой вам не наговорить. Все вопросы по поводу оформления документов лучше либо мне писать в личные сообщения, я еще раз консультируюсь с нашими менеджерами, юристами, и потом уже вам отвечаю. Либо в школу. Там вас максимально грамотно. Да, вот это волокиты, вся бумажная. Это не ко мне, это лучше в школу, потому что там сидят специалисты, профессионалы, которые... Это все. Да, бюрократия. Еще мой мозг работает. Я еще не совсем состарилась. Бумажные волокиты, бюрократия. Да, это все туда. Это лучше с нашими менеджерами. Они прям заточены под это. У них все прям четко прописано. Как приобрести курс? Смотрите, вы можете зайти ко мне на страничку, и там в шапке профиля есть ссылочка. Вы можете нажать на эту ссылочку и попасть как раз-таки на страницу курса, почитать про него. Можете посмотреть последнее видео, в котором я рассказываю подробно про этот курс, показываю вставочки из курса, как проходит курс, какие темы в нем есть. Можете посмотреть. И выбрать для себя, потому что действительно, может быть, вы уже профессионал, может быть, вам этот курс вообще не нужен, может быть, вы все уже знаете. Такое так же бывает, если у вас нет проблем с выравниванием, с укреплением, с восстановлением, то тоже нечего покупать всякую ерунду, которая вам не нужна. Посмотрите, вникните. Если прям не можете определиться, напишите мне, можете свои работы прислать, я вам посоветую, скажу реально, нужен вам курс или нет. Многие думают, ой, да это все развод, да вам лишь бы продать. На самом деле, я сейчас делаю разбор работ по бесплатному марафону. Мы там делали разбор работ как раз по выравниванию и укреплению. И, наверное, 10% из всех, действительно, у кого хорошая работа, я говорю, вам не нужен этот курс, у вас все хорошо, у вас нет никаких проблем. Может быть, кому-то советую, там, курс по фото и видео, потому что работы крутые, а фотки, ну, не очень, да, откровенно говоря. Или, там, может быть, по, там, опилу форму что-то могу посоветовать. Но я всегда честна, всегда искренняя, мне никакие деньги мира этого не нужны. За счет какого-то вранья, за счет какого-то надиралова я этим не занимаюсь, мне это неинтересно, я не тот человек. Поэтому, кто меня знает лично, тот прекрасно понимает, что я этим не занимаюсь, я всегда максимально искренна с вами. Поэтому, если вы сомневаетесь, нужно вам или нет, посмотрите обзор, посмотрите, все ли вы знаете, во всем ли вы уверены. Если сомневаетесь, присылайте работу, я вам подскажу. Свинка прелест, мне их две, между прочим. Так. Да, давайте заканчиваем, то реальный эфир не сохранится, потом будем плакать. Поэтому я вас благодарю. Спасибо большое за вашу активность. Вы сегодня, вас было много, вы все мне писали. Я надеюсь, что мой эфир был для вас полезен. Поэтому, кто еще у меня не в марафоне, подключайтесь к марафону. Также можно в сторис найти ссылочку на марафон. Если она уже пропала, можете ко мне написать в личное сообщение. Я вас также отправлю на марафон. Раз в день в марафоне приходят бесплатные уроки. Но обязательно успевайте на акцию, если у вас есть какие-то проблемы с выравниванием. Есть и оформление беспроцентной рассрочки по карте халва, если, допустим, мне сейчас возможности купить. Потому что реально такого шанса не будет. И нам вот так уже продлили один день дополнительно на этой акции. Она должна была сегодня ночью закончиться. Но еще один день продлили, потому что люди просят. Не у всех есть возможность прямо вот сию секунду. Поэтому пожалуйста, у кого есть возможность, берите, потому что потом будете плакать. Говорите, что пропустили и ценник будет в три раза дороже. Всем большое спасибо. Эфир сохраняю и на телефон и выкладываю вам. Если что, вдруг слетит, но на телефоне сохранится, я вам выложу в телеграм-канал. Поэтому всем спасибо, всем приятного вечера, спокойной ночи, всем до встречи. Пока-пока. Продолжение следует...